26 мая 1945 года на центральном аэродроме Москвы приземлился самолёт, на борту которого были советские генералы, освобождённые из плена войсками союзников. Те самые, что четыре года назад стали одной из причин выхода жёсткого приказа номер 270 от 16 августа 1941 года. Этот документ объявлял всех сдавшихся в плен командиров и политруков злостными дезертирами. Выдержка из приказа. Генерал-лейтенант Понеделин, командовавший 12-й армией, не проявил необходимой настойчивости и воли к победе, поддался панике, струсил и сдался в плен врагу. Командир 13-го стрелкового корпуса, генерал-майор Кириллов, оказавшийся в окружении немецко-фашистских войск, дезертировал с поля боя и сдался в плен врагу. Супруги и дети пленных командиров подлежали аресту, как семьи изменников родины. Суровый приказ не делал исключений. Из-за того, что в июле 41-го года в плен попал сын Сталина Яков Джугашвили, в ссылку отправилась его жена с трёхлетней внучкой вождя. Мало кто из вернувшихся генералов в мае 45-го надеялся на торжественную встречу. Но то, что победа смягчит строгость приказа 270, они наверняка верили. В отношении прибывших началась спецпроверка, которую проводили следователи НКВД. Надежды возвратившихся из плена Кириллова и Понеделина не оправдаются, их расстреляют. Других генералов ждала похожая судьба. Наряду со всеми ждал решение своей участи и генерал Михаил Лукин. Генерал, руководивший войсками в ходе Смоленского сражения, также оказался в числе тех, кого подозревали в сотрудничестве с врагом. Через полгода после начала проверки Михаила Фёдоровича Лукина выпустят на свободу и восстановят в звании по личному распоряжению Сталина. Почему боевой генерал Михаил Лукин оказался в плену? Каким образом это произошло и что было с ним там, у немцев? Спасти жизнь раненому советскому генералу приказал гитлеровский фельдмаршал фон Бок, уважавший достойных противников. А может, так начиналась операция Абвера по вербовке советского военачальника? В этом должен был разобраться следователь Афанасьев, начавший фильтрационное дело Лукина. Ему предстояло решить, кто находится перед ним – предатель или несломленный гитлеровцами советский генерал. В процессе разбирательства было много противоречивых сведений, имеющихся в распоряжении НКВД. Основное, что вызывало подозрения у контрразведки, это то, что генерал находился в немецком плену почти четыре года. Все это время военнопленный генерал был нетрудоспособен, не мог обходиться без посторонней помощи. После ранения у него не действовала рука, нога была ампутирована. Зачем немцам было столько времени держать у себя беспомощного инвалида, который не мог принести пользу Третьему Рейху? Был и еще один интересный момент. Генерал Лукин, находясь за колючей проволокой, пишет письмо своей родной сестре в оккупированной немцами Харьков. И это письмо благополучно находит своего адресата, хотя права переписки для советских военнопленных не существовало. В этом письме Лукин подробно описывает историю своего пленения, которая началась в октябре 1941 года. Тогда, в рамках операции «Тайфун», немцы нанесли мощный удар встык между 30-й и 19-й армиями. Образовался разрыв шириной более 30 км, в него хлынула лавина немецких войск и через несколько дней были взяты в клещи сразу пять армий Западного и Резервного фронтов. Эти войска Ставка подчинила Лукину и приказала организовать прорыв из окружения. Остатки 19-й армии Лукина стали одним из таранов, который пытался пробить кольцо окружения к северу от Вязьмы. 12 октября Лукину удалось пробить коридор через кольцо окружения, через который успели выйти две дивизии, но они не смогли удержать фланги и котел снова захлопнулся. Лукин приказал взорвать орудие и технику и, разбившись на отряды, пробиваться к своим. Выдержка из письма сестре. «Блуждая по лесам в поисках выхода, 12 октября я был ранен в правую руку пулей. Рана пустяшная на первый взгляд, кость не задета, но перебиты два нерва. Кровь лилась ручьем. Остановить ее не могу, а в шагах двухстах приближаются немцы. Первая мысль бежать. Встал, сделал несколько шагов, упал из-за слабости. Несколько суток подряд не спал совершенно и в последние дни ничего не ел. Мелькает мысль. Плен. Но от нее прихожу в ужас. Пытаюсь достать левой рукой револьвер из кобуры. Думаю, живым не сдамся. Последнюю пулю себе». Все попытки вынуть револьвер не удаются. Правая рука повисла как плеть. Раньше немцев раненого Лукина нашли два санитара, на месте сделали перевязку и повели к своим. По дороге генерал был снова ранен, но теперь уже в правую ногу осколками снаряда. А через несколько дней в бою с немцами ему несколько раз прострелили ту же, уже искалеченную ногу. Из письма сестре из плена. «Мой сапог быстро наполнился кровью. Чувствую, начинаю терять сознание. Силы оставляют меня. Проходят не минута, а какие-нибудь секунды, и за эти секунды я успел просмотреть почти всю прошлую жизнь. Помню еще, как подошли немцы и начали шарить по карманам. Потерял сознание». Из письма становится ясно, что в плену генерал Лукин окажется в бессознательном состоянии. А затем немецкий хирург ампутирует ему простреленную ногу. Но при каких обстоятельствах было написано это письмо? Каким образом оно было доставлено на оккупированную территорию? И с какой целью его написал Лукин? В январе 1943 года немцы организовали встречу Лукина и Андрея Власова. Вот как позже опишет ее сам генерал в интервью Константину Симонову. Власов вытащил из кармана бумагу и театральным жестом протянул ее мне. «Прошу вас прочитать, господин генерал». Это было так называемое «воззвание к русскому народу». В нем говорилось о том, что в скором времени будет сформирована русская освободительная армия, которая пойдет освобождать Россию. «Ну и что?» – спросил я, окончив чтение. «Прошу подписать эту бумагу», – торжественно провозгласил Власов. «Вам доверяется высокая честь быть командующим РОА». «Вот что, Власов», – сказал я громко, так, чтобы меня слышали в соседней комнате, в которой, как я знал, были мои товарищи по плену, генералы и старшие офицеры советской армии. «В моих глазах ты просто изменник и предатель, и та шайка от щепенцев, которую ты наберешь под свое бесславное знамя, тоже будет не армией, а сборищем предателей». Генерал не делал никакой тайны из встреч в плену с Власовым, потому что твердо держался своих позиций. Теперь что касается письма. Тоже был таинственным курьером командарма. Как его послание смогло оказаться в Харькове? Как впоследствии утверждал сам Лукин, почта Третьего Рейха не имела отношения к его переписке. Своего тайного курьера генерал нашел в лагере Вустрау под Берлином, где гитлеровцы готовили пропагандистов из числа заключенных, отправляя их затем на оккупированные советские территории прославлять немецкий порядок. Абвер, не теряя надежды завербовать Лукина, поместил его в этом же лагере. Но командарм обыграл немецкую разведку и вступил в подпольную организацию. С одним из подпольщиков, уезжавший в оккупированный Харьков, генерал как раз и отправил свое послание из плена. Свою верность родине Лукин должен был доказать летом 45-го года, когда находился на спецпроверке НКВД. Из интервью Лукина Константину Симонову. «В один прекрасный день нам выдают обмундирование. Не генеральское, а офицерское обмундирование. Но без погон. А через некоторое время начали большинство вызывать в Москву. Куда ездили? К Абакумову. Оттуда приезжали с довольно упадшим настроением. Кричал на них Абакумов, изменниками называл. В общем, ничего хорошего оттуда они не вывозили. Я ждал, что меня тоже вызовут. Меня они вызывали». В августе 45-го НКВД выпустил директиву об освобождении фронтовиков-инвалидов из фильтрационных лагерей. После этой директивы Абакумов подал на имя Сталину справку в отношении Лукина. Учитывая, что генерал стал калекой, считает целесообразно его освободить, обеспечив агентурным наблюдением. Но Сталин приказал продолжать проверку. Уже почти полгода находился Лукин в изоляции без связи с родными и четких представлений о будущем. Его соседей регулярно вывозили в Москву, а он продолжал сидеть в четырех стенах. Наступил декабрь 45-го. Однажды, вместо привычной беседы со следователем, Лукина попросили зайти в соседний кабинет, где ему официально объявили, что проверка по отношению к нему закончена, и он едет домой. Михаил Федорович скоро попадает домой, но перед этим его привезут на Лубянку на беседу к Абакумову. Начальник СМЕРШ объявит ему, что принято решение его освободить и повернет к нему папку его фильтрационного дела с надписью красным карандашом. «Преданный человек. В звании восстановить, по службе не ущемлять». Чуть ниже стоял автограф Сталина. За несколько месяцев работы тщательная проверка не выявила ничего, что порочило бы имя генерала. Окруженная группировка генерала Лукина в 1941 году на целых два месяца задержала и приковала к себе 28 дивизий противника. Из них семь механизированных и танковых дивизий. Это огромнейшая сила, которая задержала стремительность продвижения немецких полчищ на Москву. Блицкрик был сорван. Через 20 лет после победы сразу пять маршалов обратятся к руководству страны с ходатайством о присвоении генерал-лейтенанту в отставке Михаилу Федоровичу Лукину звание Героя Советского Союза. Как полковод сущего мужества и мастерство сыграло огромную роль в битве за Москву. ЦК КПСС откажут удовлетворить эту просьбу, сославшись на утерю генералам партбилета в плену. Лишь 1 октября 1993 года Лукину было посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!